Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер! Здравствуйте, дорогие друзья! Наконец-то сбылась мечта миллионов! Hello Neighbor Alpha 1.5 вышла! Полноценная Alpha 1.5, которую много кто хотел. Ну как полноценную? Это, конечно, не официальная версия, это фанатская игра, ремейк. Но он, судя по трейлеру, я уже посмотрел трейлер, судя по трейлеру, тут прям автор, который ее делал, максимально старался приблизить ее к обычной Alpha 1.5, которую мы видели в трейлерах. И у него, я смотрю, очень даже получилось. Короче, давайте нажимаем play и смотрим. Пожалуйста, вот заставочка вступительная. Есть, правда, небольшие отличия в движениях. Но, в принципе, они не сильно значительные, я так вижу. Короче, вообще, для тех, кто не знает, что такое Hello Neighbor Alpha 1.5, это то же самое, что Hello Neighbor Alpha 2, но более ранняя версия, которая была полностью в реалистичном стиле рисовки еще в старом. Видите, начиная с Alpha 2, как раз-таки с оригинальной начался постепенно изменяться стиль рисовки на мультяшной, а эта версия была еще полностью в реалистичном стиле. Вот здесь двери реалистичные, там в Alpha 2 они были уже мультяшные. Так, ключ под камнем почтового ящика. Также некоторые отличия предметов в доме были. И самое, наверное, главное отличие, это то, что там был полностью доступен весь подвал. Почему-то в Alpha 2 подвал был доступен маленький кусочек сего-то. Вначале нам показали. Благодаря, при помощи командной консоли мы смогли полностью весь подвал посмотреть тоже. Тут прыгать, кстати, можно, в отличие от Alpha 2 в обучении, там нельзя было прыгать. Кстати, а, смотрите, консоль-консоль-кота есть. Консоль есть, замечательно. Так, а вот это, кстати, можно? А, нет, нельзя. В Alpha 2 можно было вот эти снимать с токон. Пожалуйста, музычка та самая. В Alpha 2 другая музычка была. Я, кстати говоря, в 2019 году делал видео по секретной версии Alpha 1.5. Видео это не очень качественно я сделал, потому что я тогда не супер-профессионалом еще был. Ну, я и сейчас-то не супер-профессионалом, а тогда был еще менее, более. Еще менее. Громкость не умел еще регулировать в местах некоторых. Точно. Ну, а этот ролик набрал бешеное количество просмотров. Просто бешеное. И, собственно, вот мы там посмотрели, говорят, трейлер этот полный геймплей Alpha 1.5, который как бы публичный недоступен, но он есть в интернете от самих разработчиков как бы. И там я после этого трейлера показывал еще фанатскую версию от Dynamic Light. И я играл во множество на канале в несколько ремейков Alpha 1.5. И все они... Я вам скажу, что все эти ремейки вообще все фигня по сравнению с этим, которым мы играем сейчас. Дорогие друзья, хочу прорекламировать вам канал своих друзей под названием Freakingism Action. На этом канале вы можете найти интервью со мной, с Максимата, причем довольно-таки длинное, масштабное. А также интервью, возможно, известного вам моего коллеги Лехи из канала Че Хочу Туворочу. Также у них есть и другой контент, который они по возможности будут делать. Также они регулярно проводят стримы у себя на Твиче. И об этом всегда сообщают у себя в сообществе. На этих стримах также иногда появляюсь и я. Но предупреждаю. Участники канала часто используют, так сказать, недетские шутки. И довольно-таки такой иногда бывает, что даже не бывает неприемлемый юмор. Так что канал скорее ориентирован не на детскую, а на подростковую или даже немножко позднюю подростковую аудиторию. Так что будьте осторожны. Но во всяком случае, интервью с Максиматзе, интервью с Лехой, очень даже культурное видео. Рекомендую к просмотру для тех, кто еще не видел. Здесь я вижу, что автор максимально пытался приблизить ее как мог. Субтитры делал DimaTorzok Да-да-да, прям альфа-1.5, прям один в один. Да, звука нету, звука вот этого вот, эффекта нету. Там он был. О, господи ты, боже мой, вот это я не ожидал. А, кстати, да, в том геймплейном трейлере тоже, кстати, этот момент был, я забыл. Да, кстати, еще в другое, на рассвете, если в Альфе-2 ближе к закату действие происходило, то здесь на рассвете, вон даже слышны птички, звуки птичек, в то время как в Альфе-2 были слышны звуки проезжающей машины и собаки. Что у нас по карте? По карте вроде то же самое все, разве что нету машины вон там, и тут машина не проезжает. Давайте дом наш осмотрим. В геймплейном трейлере не показывали дом, плановой героя. Ну, в принципе, он мало чем различается, разве что реалистичнее двери. Здесь обычная дверь, но она не открывается. А телефон работает, интересно? Чуть не работает. Телефон не работает, ну да ладно. Алло, тут гости, открывай. Да, еще в Альфе-2 присутствовала анимация того, как главный герой встает с земли, а тут и не было ее, действительно. Еще проводов никаких тут не было, действительно, и генератора никакого. Так, смотрим, короче. Причем, чтобы... А, ну тут замочной скважины нет на самом деле, ну так, что видим все равно. Поскольку мы хотим с вами изучить эту версию, так сказать, этот ремейк, мы побываем в тех местах, которые в том геймплейном трейле не показывали, и попробуем в том числе и пройти немного другим способом ее. Он в том числе... У соседа на поясе ключик висит, надо его попробовать украсть. Да-да-да, прям один в один. ФПСа что-то не хватает немного. Да, звук, звук о погоне, кстати, отсутствует, да и действительно вольф 1.5 так и было. Давай, 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 опа, хорошо. Кстати, подписчик, который мне сообщил про вот этот ремейк, он сказал, что сосед ничего не делает, кроме как телек смотрит. Если это правда, то не очень, конечно, прикольно. Хотя в альфе 1.5, в геймплейном трейле, который мы видели, там действительно тоже сосед смотрел телевизор постоянно. Опа, хорошо. Так, магнит, давайте проверим, как он работает. Так, что они... Ну-ка еще раз. Ну. О, сработало. Прикольно, у магнита есть звуки. Почему-то в альфе 2 звуков не было. Магнита. Что-то как-то странно, он под кровать залезает. Не доделано тут как-то немножко. Так, давайте сарайчик откроем. Посмотрим, что в сарайчике. Ну, гаечный ключ, я другого, в принципе, не ждал. Ружье-то на стенке теперь висит. Так, ну-ка открываем. А, что-то не работает. Что-то не открывается. Странно. Ну, так-то можно же туда попасть, да? Гхост. Ну-ка. Сейчас залетим туда, попробуем. Это типа я поднялся, открыл и поднялся. Вот так. Ну да, можно сюда подняться вот так. Действительно, что нет-то? Это тоже работает. А-а-а! 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 Что-то он даже не пошел сюда в этот раз. Ну-ка. Кухню посмотрим. Кухню-то нам не показали там. Понятненько. Я так понимаю, никаких отмычек еще здесь нет. Гаечного ключа в холодильнике-то вот нету. Как в Альфе-2 было. И никакого снотворного тоже нету здесь. А что, он игрока не разыскивает, что ли? То есть он просто идет куда-то и... И как бы все на этом, что ли? Как бы отреагирует на что-то посмотреть, что там нет игрока, и возвращается к телевизору назад, что ли? Ну, это не очень, конечно, прикольно, что он игрока не разыскивает. Ну-ка, давайте на стекле проверим. а чё она не разбивается о разбивается только не с первого раза вот он посмотрел понял что ничего нету и это опять опять возвращается назад да там в альфе 15 тоже было видно подвал из двери но там он более как бы темный было видеть более более правильный что лет какой-то засветленный был хотя может быть как бы свет из комнаты падает может какая-то логика есть так ну сейчас погонят понимают уже будет за нами ну да будет давайте давайте по другому пути пойдем а ключи-то где а ключей то нету здесь а чё серьёзно мы сюда прям попадаем нет ни подвал заново начинаем что-ли ничего себе ладно пойдем по старому пути тогда неужели тут только одним путем можно пойти вы мы в альфе 2 то тоже видели что там мы три ключа также было а здесь все нормально три ключа о том что они лезет лестница не работает прикиньте прикол конечно вообще все по одного пути видимо только может блин вот это не очень прикольно конечно я надеюсь автор потом поправит это дело и можно будет другими путями тоже пройти да немножко этот кривоват исправить но тем не менее можно тут хотя бы пройти а он по скрипту что ли там появляется но прятание под кровать как-то недорого нет не другим не пожал так ну да туалет тут был я помню на тут не решетки не генератора ничего нету а тут еще не видимо стена короче по этому пути пройти нельзя я надеюсь автор это дело доделает и можно будет и по другому пути тоже пойти и собственно вот игра сама на этом закрывается заканчивается давайте еще раз запустим что нибудь посмотрим немножко полетаем по ней посмотрим если скип интро нажму что мы увидим понятно короче прикольно мне понравилось у мира на подвал бы немножко еще доработать а так вот альфа 1 5 прям один в один ссылочка на нее будет в описании обязательно на гейм джолд а если а если они поднялись в шкаф прятаться не было ну и все больше ничего нет давайте полетаем теперь по карте так ну тут ничего нету и в принципе быть то не должно собственно по карте тут я так понимаю то же самое все что было в альфе 2 тут где-то кладбище с озера вот а озеро вот озеро сарайчик посередине него ну-ка если под землю посмотреть на под землей никаких главных героев никаких предметов ничего не будет здесь рука если я в подвал как бы залечу вот так вот его как бы тут нету если его так свечу ну тут по госту не залетишь так так теперь гост врубаем здесь и посмотрим по подвал здесь а да тут светлое все там темное все было посмотрим что тут за дверью за этой что ты встал то ну как бы ничего здесь нету да ну а теперь мне последний что мне интересно посмотреть это опытные бурт и я почти уверен что здесь этого не будет но давайте все равно посмотрим ну да не ну да нету этого я так в принципе и думал секретного дома соседа которого альфе 2 можно было по этой команде попасть ладно вот такой вот замечательнейший ремейк альфа-1 5 получился спасибо всем за просмотр ссылочка на его будет в описании с вас как господписаться с меня эпичные видосы еще много контента по холлоу наибор у нас ждет и не только подписывайтесь на мой влоговый канал на него ссылочка есть в описании и вступайте в руку вконтакте всем пока а